Здравствуйте! Включайся! Так называется наша программа, которую сегодня для вас проведут Ольга Вовина. Александр Карпенков, здравствуйте! Сегодня отмечается День воинской славы России именно к 23 августа. В 1943 году в Курской битве советские войска отбросили противника на запад на 150-140 километров и освободили город Орел, Белгород и Харьков. После победы в ключевом сражении Великой Отечественной войны соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии. А в память о героической победе советских солдат в этой битве и в память погибших в России установлен День воинской славы. Война коснулась очень многих городов нашей страны и многие потомки тех храбрых солдат только в наши мирные дни получают сведения своих близких. Так произошло и с нашей сегодняшней гостью. Писателем, краеведом, руководителем героика патриотического клуба «Юные качаловцы» при Смоленском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валентины Гальмаковой-Шулаковой. Валентина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы приехали к нам из Рославля, но все-таки вы часто бываете на Брянской земле. Что вас связывает с Брянщиной, с нашим краем? Ну, ты ж родная земля. Это родина. Колодня Брянской области. Поэтому меня тянет на родину. Ваши родители Брянские и, я знаю, ваш отец воевал, да, на Брянской земле? Отец фронтовик. Вот. Награда нашла героя. Недавно, совсем вот в этом году по интернету. У нас хороший сосед, он занимается, вот много уделяет внимания интернету. И нашел, что Шулаков Иван Андреевич награжден Орденом Мужества. Вот. Значит, нам сейчас вот должны, нам все документы направили в Подольск, должны прийти, должна прийти удостоверение. Ну, а Орден уже со временем, время прошло, конечно, но главное удостоверение. Да, действительно, воевал. И мой дядя воевал, Долда Иван Малахович. Вот я книги пишу, только на девятом танке вошел в Берлин. Это представить даже, только представить, и то сложно. А в то время девять танков сменил, много ранений. Вот бывало, прихожу к нему в гости, а руки, устанет кушать, а руки дрожат, и ложка дрожит. Все думаешь, вот танкист, танкист, как сказал классик, а нервы. Вот Долда Иван Малахович, уроженец, тоже. Предки у вас героические, да? Да. А вот дядя, это уже Ковленко Иван Иванович из Краснослободки, генерал. Вот помню, как он приезжал. Вот, хоть такие, чтобы все такие генералы были. Вот как они, он привозил в свой мешок конфеты, бабушка. Вот идет, стайка, и ребята сбежали, все взрослые. А как же генерал приехал в деревню и раздавала вот эти конфеты. И потом многие ребята выбрали эту военную студию. Валентина Ивановна, сегодня 23 августа день воинской славы. Всем телезрителям хочу напомнить, что 23 августа 1943 года состоялась Великая Курская битва. Но не менее значимое, очень важное военное противостояние было и на Смоленщине. 23 августа 1943 года 28-я армия под руководством генерала-лейтенанта Владимира Качалова также сражалась. Сражалась, да. Но она сражалась раньше. Но она... Дело в том, что с июня в эти дни шла битва. Да, да, да. То есть это не конец битвы, но сам рассказ. Нет, конечно, она и продолжалась. Она попала с июня по сентябрь эта битва. Да, с 10 июля по 10 сентября это было страшное противостояние. Конечно, войска Гудериана были намного больше. Сила пересилила силу. И тут еще нам были вот эти условия погодные тогда, дожди. А у нас же там непролазные болота вот в нашей стороне, где шла эта битва. Они... Сначала, конечно, наступление было таким значимым. И воспрянули духом Качаловцы вот его две стрелковые дивизии в нашей стороне и танковая дивизия. Они назывались группа Качалова. Но сила пересилила силу. И Качалов со своим танком, он хотел даже штаба вывести, идти на прорыв. И вот в районе Старенко на высотке, значит, в танк попала противотанковая мина. И, значит, он погиб. Хотя, а потом вот его объявили предательным. Валентина Ивановна, почему для вас эта личность вообще интересна, Качалова? Вы знаете, ведь я приехала в ту школу, где создавался музей Качалова. Где о Качалове много читали, много знали. Куда приезжала жена Качалова вторая. И как восстанавливалось его доброе имя, я еще это все захватила и в чем-то помогала. Вот Еременко, маршал Советского Союза, у него была в 1963 году в газете «Правда», он написал огромную статью «Правда о Качалове». Вот там он все это... И вы эту «Правду» рассказываете своим воспитанникам, ведь вы руководите Геройко-патриотическим клубом «Юные Качаловцы». Конечно, конечно. Мы, значит, изучаем. У нас есть вот... У нас не только в Рословле. Вот сейчас у нас уже в Рословле Качаловце. А прошлый год мы, 4 августа, мы приняли в Качаловце. Это ребят с Тодолищенской школы. Там находятся... Они как раз на границе, Починковский район и Рословский. И там находится памятник Качалову, там его могила, и там музей, где собраны и вещи его, и собрано очень много материала и сослуживцев, и близких, и знакомых о Качалове. Но теперь еще появился гимн Качаловцев. Расскажите об истории создания гимна. Вы знаете, вы знаете, вот гимн очень нужен. Вот работа, мы понимали, потому что я... Вот сейчас это хорошо. Они, значит, вот у нас же есть исторический материал очень много о Качалове. Но вот когда я написала книгу, вот «Моя судьба в окружении березы», сейчас мы ее называем по-другому. Она скоро выйдет в издание «Моя судьба как родина моя». Так вот, там о Качалове написано вот мной через восприятие учащегося подвига. И вот это намного, понимаете, их вот воодушевляет. Представление больше о подвиге. Мы прочитали, а вот как он там, август прекрасен на Смоленщине. Вот понимаете, вот этими с риторическими такими вопросами. День ясный, солнечный, все же создано для жизни, богатой и счастливой ради такой жизни. И отдали своей жизни генерал Качалов и его боевые товарищи. Гимн создал... Моя была инициатива. У меня внук сейчас закончил вот 8 классов, идет 9, идет 10. И вот я, Ваня, надо подумать. У тебя у него иногда получается вот патриотическая тема. Он раньше еще писал вот стихи. Слова, стихи, да? Да, он раньше писал стихи. У него была напечатана в газете Авоська у нас. И этот потом напечатали. Ну давай, мы так начали работать. Привлекли рецензента. Не могу сказать, у нас есть прекрасный журналист. И он, значит, тоже со своей стороны. Конечно, и я помогала. Но больше вот так вот все вместе. И получились у нас слова. Мы 4 августа, день памяти командарма Качалова. И презентовали, как говорят сейчас, републично выступили наши ребята вот с этим гимном. Помнит высотка родная всю нашу пыль и боль. Смоленская наша высотка бойцам поклонится вызвать. На ней постоим мы вместе, как будто с героями в ряд. Их не уронит чести Качаловский наш отряд. Когда он прозвучал, мы почувствовали, что действительно это гимн. Когда я сразу же мы создали сайт и попросила Ваню. Я сама не работаю сейчас с компьютером. Трудновато. И направили, конечно же, гимн по электроночке в Государственную думу Сергея Ивановича Неверову. Мы же знакомы с ним. Конечно. Да, у вас бы драмтеатр Грибанеца познакомились. Еще Валентина Ивановна книгу забыла. Ответ пришел, Валентина Ивановна? Конечно, конечно. Что было там написано? Конечно. Ну, только приятное. Только приятное. А вот по гимну мы еще ответ не получали. Мы послали. Я позвонила там. Слушаем, слушаем. Я направила там и в другие. Там же много таких комитетов инфрационных. И туда направила. Но наш департамент Смоленского области по культуре и туризму остается. И у нас есть там начальник, который заведует музеями, библиотеками. Шкурлов Игорь Владимирович. Когда я ему позвонила, он сказал, Валентина Ивановна, сам я слушал. А потом слушали всем отделом. Слова замечательные. Музыка замечательная. Исполнители замечательные. А у нас сегодня замечательная гостья. Правда, Саша? Спасибо, Валентина Ивановна, вам большое за сегодняшнюю беседу. В начале века наша страна тоже была втянута в войны и революции. 23 августа в 1915 году император Николай II принял на себя командование русской армии. Я предлагаю вам узнать некоторые интересные факты из биографии российского императора. Биографии великих. Николай II Александрович. Последний российский император. Во время правления Николая II произошла революция 1905-1907 годов, февральская революция 1917 года, война с Японией, а также Россия участвовала в военных блоках европейских стран и в Первой мировой войне. Во время февральской революции 1917 года Николай II отрекся от престола. Летом 1917 года Николая с семьей отправили в ссылку в Тобольск. Весной 1918-го их перевезли в Екатеринбург, где летом этого же года большевики расстреляли Николая II вместе с семьей. Войны всегда приносят жертвы и разрушения. К счастью, сегодня многие уникальные объекты восстанавливают. В Брянске, к примеру, взялись за реставрацию винного замка конца 19 века. По предположениям историков, на этом месте располагались огороды и пашни Стрелецкой Слободы. После утверждения Екатерины Второй плана города, здесь построили Красную площадь, которая постепенно застраивалась. В 1899 году в юго-восточной её части был заложен казённый винный склад. В народе ему дали название «Винный замок» за необычный резной фасад и башенки, которые красуются по бокам. Все эти годы здание активно использовалось и давно требовало реставрации. Типовое здание тех времён винные склады, но он четвёртый винный склад, то есть по России. Это тоже очень важный момент, то есть он в передовых таких цифрах. Во-вторых, архитектура очень интересная, на мой взгляд, и место расположения объекта. Тут всё в нём интересно, и сохранность довольно-таки хорошая. Александр Перов руководит восстановительными работами. Окончательный проект реставрации здания ещё не завершён. Продолжается поиск материалов и способов возвращения замку первоначального вида. По задумке архитектора нужно открыть взгляду цокольный этаж с полукруглыми окнами, которые почти вросли в асфальт. Цокольная часть с приямочными окнами полностью на протяжении всей территории фасада, она утрачена. Вот мы видим арку, и полностью окно не видим. Здесь должны быть приямочные окна, оформленные решёткой. Близкое расположение деревьев привело к поражению фасада грибком. Его-то и взялись восстанавливать в первую очередь. Сейчас как раз убирают повреждённый кирпич. Рабочие проводят так называемую вычинку. Задача реставраторов – максимально сохранить исторический облик здания, в том числе вот эту уникальную кирпичную кладку. Сегодня таких кирпичей практически нигде не сыщешь. И реставраторы, и заказчики ищут их в самых разных исторических местах. Вот такой кирпич, например, не подходит. Его необходимо подогнать по размеру, очистить и только тогда уже поставить на место. Большой объём кирпича понадобится, чтобы переложить вот эту часть фасада, которая была разрушена во время войны. При очистке фасада было обнаружено большие повреждения здания, которые были в спешном порядке восстановлены после войны. Принято решение, тяжело и финансово, и с точки зрения работы, длительности и сложности работы. Принято решение полностью, это всё восстанавливает. Придётся на большие работы, плоскости заказывать индивидуальный кирпич. В принципе, просто партию подобрать, поехать к технологам. Особое внимание уделят столярным конструкциям. В частности, окнам. Никакого пластика в отреставрированном замке не будет. Нынешние задачи стоят восстановить именно ту технологию, по которой делали. Эти утолщённые специальные окна сделаны именно конкретно для этих проёмов. То есть это индивидуально будет изготавливаться. Сейчас ищутся и подрядчик, и материалы. Первый этап реставрации планируют завершить к осени. Затем приступят к расчистке экстерьера от чужеродных объектов, достроенных в советские годы. Сейчас он наполовину закрыт, набекрень. То есть если мы освободим этот венец, и как планирует пользователь, что будут внутреннюю часть тоже осматривать, будет там шоу-рум. То есть люди могут будут заходить на территории, дегустационные пространства. Естественно, будут смотреть на архитектуру. Поэтому архитектуру надо полностью воссоздать, очистить. Она не утрачена, она просто замазана, застроена. По словам архитекторов и историков, реставрация памятника промышленной архитектуры – явление для Брянска уникальное. Знатоки истории нашего города сказали, мы открыли для себя этот памятник архитектуры в Брянске. Действительно, у него очень нарядный фасад. Он украшает эту площадь. Он гармонирует с соседними зданиями, несмотря на то, что это разные стили. Надо сказать, нечастый пример, когда собственник, пользователь объекта культурного наследия вкладывает свои деньги в грамотную, продуманную реставрацию. Собственно, он носит вклад в культурное наследие нашего города. Кроме самого здания будет облагорожена и прилегающая территория. А горожанам, заинтересованным в благоустройстве своего двора, следует поторопиться с подачей заявок на проведение этих работ. В данный момент реализуется муниципальная программа формирования современной городской среды на 2017 год. Первый контракт уже заключен, в соответствии с которым начались работы по благоустройству дворовой территории по проспекту Московскому 154. Продолжается работа по формированию программы на 2018-2020 годы. Заявки на включение дворов в программу принимаются до 1 сентября. Уточнить информацию и получить консультации можно в районных администрациях по месту жительства в рабочее время. Также до 1 сентября в комитете по ЖКХ принимают предложение о включении в программу наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования. Комитет находится по адресу проспект Ленина, 39А. Как правило, к коммунальщикам у наших людей возникает огромное количество вопросов. Возможно, какие-то из них вам поможет решить наша рубрика «Азбука ЖКХ». У собственников наших домов возникает часто вопрос, где лучше хранить денежные средства, которые они платят по статье «Капитальный ремонт». Напомню, что на сегодняшний день у нас есть две формы хранения денежных средств. Это фонд капитального ремонта, так называемый общий котел. У этого же фонда можно создать спецсчет, то есть собственником останется фонд капитального ремонта. И когда является управляющая компания, владельцем специального счета. Я в настоящий момент рекомендую домам, которые в программе стоят на очень долгие сроки, на 29-30-е годы, создать все-таки спецсчет. Во-первых, в управляющей компании есть возможность контролировать задолженности собственников, недобросовестных наших граждан. Обычно, имея задолженность по основным жилищно-коммунальным ресурсам, у данных собственников есть задолженности и по капитальному ремонту. Управляющие компании оперативнее взыщут эту задолженность. Второе – это разместить денежные средства под депозит. Выгодно, так чтобы было для собственников. контролировать эти денежные средства. Ну и самое главное, управляющая компания знает состояние вашего дома и при очередных актах обследования совместно с вашими советами домов может рекомендовать собственников подготовить все документы для проведения общего собрания, проведения ремонта или инженерной коммуникации, или кровли, или тех конструктивных элементов, которые сегодня предусмотрены государством по данной программе, досрочно сделать. Поэтому я считаю, что из нашей практики, уже сложившейся сегодня, там, где созданы спецсчета, собственники проводят капитальные ремонты раньше программы, которая установлена фондом капитального ремонта. Коммунальные проблемы частенько доводят людей до стресса. А между прочим, ученые выяснили, что после длительного контакта с животными люди становятся более дружелюбными, меньше подвержены стрессу и тревожным расстройствам. Друзья, сегодня мы познакомим вас с Найтом. Возможно, эта собака станет для вас настоящим другом. Знакомьтесь, это Найт, серьезный пес в возрасте 3 лет. Обладатель яркого золотистого окраса шерсти и не менее золотого характера. Он идеальная собака-компаньон и прекрасный сторож, бдительный и верный. Нас зовут Найт. Очень умный пес. Он такой добрый. К людям он очень тянется. И первый раз помню, когда мы только познакомились с ним, все, сразу же. Я сразу к нему, он ко мне. Все, кому-то подхожу, какой-то собаки нет. Все, сразу же подходит. Никого не трогай. Все, моя. Найт был найден холодной зимой, неподвижно лежащим на железнодорожной станции. В клинике были диагностированы ушиб таза и перелом крестца, полученные при неизвестных обстоятельствах. Последовало долгое лечение. Благодаря помощи волонтеров, сейчас Найт абсолютно здоров. По медицинским показаниям, пес кастрирован. Найт безмерно благодарный и ласковый, и добрый. Очень привязан к людям. Всегда безумно радуется, когда ему уделяют внимание. Среди сородичей беспрекословный лидер и авторитет. Будущему хозяину отплатят привязанностью и любовью. И, поверьте, не будет существа благодарнее. Согласен на переезд в частный дом, в любящую и заботливую семью. Привит обработан от паразитов. Узнать подробнее про Найта и других питомцах приюта Доброй Руки можно, позвонив по телефону, который вы видите на экране. Пришло время узнать о культурных событиях нашего города. Слово Оксане Измеровой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Офишнс на канале «Брянская губерния». О наиболее заметных культурных событиях на завтра, четверг, 24 августа. Расскажу вам я, Оксана Измерова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В музее-заповеднике Федора Ивановича Тютчева открылась мини-выставка «Ольга де Фабр. Путешествие в Италию». Ольга Дмитриевна – внучка Федора Ивановича Тютчева. Женщина интересной и непростой судьбы. До революции она много путешествовала по Европе, в особенности по Италии. На выставке представлены письма Ольге де Фабр с ее путевыми заметками, открытки с видами итальянских городов, личные фотографии. Пустите ее вы сможете завтра с 9 до 17 часов. В областном краеведческом музее проходит выставка «Поэт и гражданин», посвященная 95-летию брянского поэта и прозаика, ветерана Великой Отечественной войны Валентина Динабургского. В экспозицию вошли черновики и рукописи, фотографии, личные вещи автора. Уникальный экспонат – томик стихов Пушкина, пробитый пулей. Эта книга спасла жизнь юного артиллериста. Увидеть также масштабные макеты деревянных скульптур, среди которых чертова мельница, вы сможете завтра с 10 до 18 часов. В художественном музее открыта постоянная экспозиция. На сегодняшний день в ней представлено около 600 произведений искусства. Отечественная живопись XIX века – Саврасов, Поленов, Киселев, XX век – Дайнека, Машков, Фальк, Гаврилов, Клазунов. Иконописи «Медное литье», керамика, хрусталь, выполненные московскими, прибалтийскими и брянскими мастерами. Посетить выставки вы сможете завтра с 10 до 18 часов. Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» приглашает всех желающих посетить уникальное место, где осенью 1941 года были сформированы первые партизанские отряды. Вашему вниманию предстанут мраморные обелиски, воссозданные партизанские землянки, а также подлинные экспонаты Музея партизанской славы и выставка боевой техники под открытым небом. Посетить мемориальный комплекс вы сможете завтра с 9 до 19 часов. 40-летний юбилей отмечает сегодня актер театра и кино Игорь Петренко. В юности долгое время он не мог определиться с выбором профессии. По воле случая он узнал о наборе в Щепкинское театральное училище и решил в шутку испытать свои силы. После прослушивания нескольких сотен кандидатов он был отобран приемной комиссией и приступил к учебе. До свидания. Мы передаем слово службе новостей. После выпуска продолжим нашу программу. Не переключайтесь. Друзья, мы снова в эфире. Вы смотрите программу «Включайся» на телеканале «Брянская губерния». На календаре 23 августа среда уже вовсю идет подготовка к главному событию этого лета в Свенской ярмарке, которая развернется 26 августа на Андреевском лугу у стен Свято-Успенского Свенского монастыря. Что же ожидает нас в этом году на празднике? Узнаем у нашей гости заместителя начальника департамента культуры Брянской области Елены Мариной. Елена Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. 26 августа по традиции у стен Свенского монастыря зашумит Свенская ярмарка. Вот чем, на Ваш взгляд, это мероприятие привлекательное для жителей Брянска и Брянской области? Ведь, согласитесь, сегодня и в магазинах, и на рынках города можно купить все, что угодно. Вы знаете, что Свенская ярмарка это уникальное событие в жизни региона и соседних регионов, потому что они едут на Свенскую ярмарку прежде всего потому, что это самая большая презентационная площадка. Экономическая, торговая презентационная площадка и в том числе и культурная площадка. В один день, за несколько часов мы можем увидеть все, что производится на Брянской земле. Как в промышленности, в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности, в различных отраслях. За один день, обойдя этот Андреевский луг и все площадки, которые к нему прилегают, мы можем увидеть, не читая и несмотря, не считая, насколько какой рост качественный дали в той или иной сфере наши предприятия и организации, а здесь увидеть воочию. А почему брянская картошка славна и чем она отличается? Купить ее от непосредственного товаропроизводителя. Брянские яблоки, брянский мед, это все представлено на Свенской ярмарке. Овощи, фрукты, все, что производится на Брянской земле. Продукты. Ну и мы, конечно, стараемся и расширяем каждый год площадки на Свенской ярмарке. Предприятия промышленности тоже будут представлять свою продукцию конкурентноспособного импортозамещения. То, чем мы сегодня конкурируем не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. А насчет выгоды? Это будет выгодно приобретение именно на Свенской ярмарке? Да, потому что каждому товаропроизводителю нужно договариваться с предприятиями торговли, и мы понимаем и наценки, и расходы, которые несут каждый из сторон. А здесь напрямую товаропроизводитель привозит свой товар, он его старается показать лицом, он старается никаких наценок дополнительных не устанавливать, и поэтому все, естественно, продается дешево. А может еще и поторговаться? Можно поторговаться, конечно, потому что хозяин продает и на ярмарке всегда торгуется, и в этом интерес на ярмарке. Елена Афанасьевна, мы уже коснулись того самого главного продукта, которым ценится и которым славится в Брянской области, это брянская картошка. И одна из изюмин Свенской ярмарки это всегда были фирменные блюда из картофеля. В этом году данная традиция будет продолжена. Да, вот конкурс проводился, я знаю. Вот этот конкурс, он настолько стал органичным в программе Свенской ярмарки, что даже не рождается мысль не проводить или отказываться от него. 30 предприятий общественного питания и торговли выставляют на Свенской ярмарке в этом году продукцию и блюда из брянского картофеля. И каждый должен приготовить что-то особенное? Что-то особенное, не повторяющееся. Организаторы этого конкурса наше управление потребительского рынка и все, кто имеет отношение к подготовке и проведению этого конкурса готовятся и обязательно смотрят, чтобы не повторялись блюда. И каждое блюдо уникальное и традиционно все желающие могут принимать участие в дегустации и в подведении итогов. Очень интересно, да. Ну, как говорится, не хлебом единым, а что насчет развлечений для взрослых и для детей? Ну, мы стараемся при подготовке Свенской ярмарки учесть запросы различных категорий населения и различных категорий посетителей. Поэтому и развлечения, и какие-то интересные встречи, и площадки, которые дадут еще и пищу для ума, и пищу для вдохновения, будут представлены на Свенской ярмарке и прежде всего потому, что мы готовимся к славному юбилею нашего великого земляка, двухсотлетию, Алексея Константиновича Толстого, который пройдет ровно через неделю после Свенской ярмарки. И поэтому первой площадкой на Свенской ярмарке будет площадка поэтическая, где каждый желающий может попробовать себя в образе Козьмы Пруткова. Будет специальный конкурс проводиться. Каждый желающий может прийти и прочитать стихи Алексея Константиновича Толстого и получить за это небольшие призы, подарки и сувениры. Сфотографироваться в фотозонах на площадке поэтической, которой мы надеемся, что она будет очень привлекательна, интересна. Но и самое главное, то, что мы анонсировали, это мастер-классы по историческому бальному танцу и площадка русских романсов, в том числе и на стихи Алексея Константиновича Толстого. И девизом этой Свенской ярмарки 2017 года является такой слоган или слова «Продолжая традиции предков». Наши предки, известные брянские земляки, современники Алексея Константиновича Толстого так много трудились для того, чтобы брянская земля процветала, чтобы брянскую землю знали в различных уголках и России, и зарубежья. Это братья Могилевцевы, это Анастасия Вяльцева, это купцы Сапожковы, это Демидовы, заводчики Демидовы, это Мальцовы, это все современники Толстого. И вот на каждой площадке городов и районов Брянской области, подворьями мы их называем, вот эти современники Толстого, образы их будут представлены. И главы районов будут рассказывать, чем славилась их земля в период Толстого, и чем сегодня славится, как развивается то или иное муниципальное образование. И мы считаем, что вот анализируя уже этапы подготовки, мы можем говорить о том, что не посрамили брянские современники все то, что делали наши предки. Продолжая традиции предков, мы достойно живем и вкладываем и душу, и любим свою землю, и стараемся, чтобы она процветала. И главное, чтобы жил хорошо народ брянский. Как вы правильно заметили, нам есть чем гордиться. Это всемирно известные промышленники, хозяйственники и предприниматели, говоря сегодняшним языком, а в то время люди, которые занимались своим делом. Ну и безусловно артисты. Если есть такая возможность, приоткрыть и маленькую зависть УДН, и что же будет на главной сцене? На главной сцене, прежде всего, тоже и участников и гостей Свенской ярмарки встретит Алексей Константинович Толстой с Фёдором Ивановичем Тютчевым. Естественно, все современники, но с точки зрения концертных программ, они разнообразны по жанрам и по восприятию. Конечно, это все наши народные коллективы, самые известные из городов и районов области, лучшие концертные программы. Эта программа с большим желанием включается в концертную программу творческий коллектив, молодой творческий коллектив «Фолк Стар». Также на Свенской ярмарке будет подведен итог большому проекту, который длился два года, «Наследие предков», реализованный нашим известным коллективом ансамблем народной музыки «Ватага». Объехав за этот период города Центральной России и Поволжья, завершают они этот концертный тур на Свенской ярмарке. Ну, а подарком для жителей Брянщины и посетителей Свенской ярмарки будет концерт известной актрисы, певицы, обладательницы премии «Золотой граммофон» «Слава». Ну, я думаю, прекрасный музыкальный подарок. Я хочу еще заметить всем телезрителям, телерадиокомпания «Брянская губерния» тоже будет представлена на Свенской ярмарке. У каждого из вас будет возможность передать привет родным и близким, потому что в эфире состоится программа «Самый лучший день». Замечательно. Да, Елена Афанасьевна, можно ли говорить о том, что несмотря на то, что Свенская ярмарка, мероприятие уже традиционное, то все равно каждый раз гостей ярмарки ждет что-то новенькое. И праздники, в общем-то, не повторяются. Безусловно. Но вы знаете, что хочется отметить, что, конечно, любое важное событие, оно крепко традицией. Поэтому главная улица Свенской ярмарки «Брянской земли продукт», где будет представлена продукция брянских товаропроизводителей, не только продукты, но и товары, выпускаемые промышленными предприятиями, предприятиями строительной отрасли, малого бизнеса, что особенно важно, потому что на Брянщине эта сфера очень так серьезно развивается, то новые площадки, которые открываются на Свенской ярмарке, они тоже достаточно привлекательны для посетителей. В этом году очень разнообразно представлена площадка развлечений детских. Многие торговые сети откликнулись, и организаторы анимационных программ, которые известны нам при посещении, допустим, и лего-городки, и какие-то игровые программы. Но замечу, что каждый из них старается сделать программу, в том числе связанную или посвященную Алексею Константиновичу Толстому. Все равно общая тема соблюдается. Поэзия, лирика, она будет связывать все площадки Свенской ярмарки. Ну что ж, спасибо вам большое за интересный рассказ. Все на Свенскую ярмарку 26 августа. Обязательно увидимся на Свенской ярмарке. Спасибо. Друзья, я думаю, что всех нас ожидает очень прекрасный праздник, и мы рекомендуем вам обязательно посетить эту Свенскую ярмарку. Но вот художники, скорее всего, отправятся в эти выходные на международный пленер, открывшийся вчера в Почевском районе и посвященный 200-летию со дня рождения Алексея Константиновича Толстого. Известные художники разных стран мира соберутся на Брянской земле, чтобы вооружившись тюдником, красками и воображением, вдохновившись неповторимой красотой Брянщины отразить свои самые сокровенные чувства на полотне. Международный пленер проводится при поддержке нашего губернатора Александра Богомаза. 25 и 26 августа участниками пленера представится возможность поработать в усадьбе «Красный рок» на родине Алексея Толстого. А 27 августа состоится мастер-класс члена-корреспондента Российской академии художеств, доцента Академии акварелей и изящных искусств Сергея Андреяки. Картины, созданные во время пленера, будут экспонироваться на заключительной выставке в городском выставочном зале Брянска 1 сентября в 16 часов 30 минут. По условиям проведения пленера каждый участник оставляет в подарок организаторам по две работы, которые будут переданы в фонды Брянского областного художественного музейно-выставочного центра. В фондах Брянского художественного музея хранятся очень интересные экспонаты. Об одном из них вы узнаете из нашей рубрики «Культурное наследие». Один из уникальнейших предметов коллекции стекла нашего музея – это работа Веры Мухиной. Веры Игнатьевны Мухиной ваза для цветов «Колокольчик». Конечно, многие знают Веру Мухину как монументалиста, как высокоуровневого скульптора. И, безусловно, все в нашей стране ее знают по скульптуре монументальной рабочей колхозницы, которая является заставкой к мусфильму. То есть каждый житель нашей страны видел ее работу. Но истинной страстью для Веры Мухиной было стекло. Стекло ее привораживало всегда. Когда в 20-е годы она гуляла по Парижу и любовалась витражами католических соборов во Франции, она приходила в истинный восторг. Чуть позже эта страсть опять ее обуяла уже в 1928 году, когда она, вновь прогуливаясь по Парижу, видя в витрине магазина фирмы Рене Лалико, были выставлены изделия из стекла, они вновь ее приворожили. Три дня она ходила вокруг этого магазина, купила в итоге себе изделия фирмы Рене Лалико из стеклянного краба, спрашивала у продавцов, у стеклодувов секрет этого стекла. Но в итоге никто ей ничего и не рассказал. И с этой страстью она вернулась в Россию. В 30-е годы она неистово рисует эскизы для стеклянных комработ, для стеклянных сахарниц, графинов, стыканов. Но пока это все остается в эскизах. Она их очень тщательно прорисовывает, выписывая все заметки для стеклодувов. Но это начало 30-х. А истинная любовь к стеклу и воплощение ее идей зародились уже в конце 30-х годов. В конце 30-х годов 20-го столетия осуществилась мечта Веры Мухиной. Ей удалось создать сервиз под названием «Кривлевской стеклянной посуды» в село Никольское. В 40-м году она обращается в Наркомпрос с просьбой об открытии завода стекла. И в Ленинграде на зеркальном заводе благодаря настойчивости Веры Игнатьевны открывают два экспериментальных цеха, где она могла реализовывать свои творческие замыслы. И вот в 41-м году в начале выходит в тираж работы Веры Мухиной «Ваза для цветов колокольчик», которая представлена в экспозиции нашего музея. Она уникальна. Уникальна тем, что необычная по форме колокольчик. Хотя многие стеклодовы говорили, возможно, она не похожа по форме на колокольчик, но у нее есть природное дыхание, которое позволяет зрителю думать, что это действительно этот цветок. Потом соединение разного стекла. То есть чашечка, надувная чашечка вазы опалового стекла и практически из бесцветного стекла ножка, что делает ее свето-прозрачной и очень легкой и воздушной. На Ленинградском заводе художественного стекла генеральным художественным руководителем, которого много лет была Вера Игнатьевна Мухина, вышло огромное количество так называемых мухинских ваз. И я думаю, в интерьерах пожилого поколения наверняка имеются вазы, вышедшие с этого завода. Музейный предмет, который мы сегодня представляем, был приобретен в 1976 году нашим музеем именно с этого завода. И я думаю, будет очень любопытно каждому посетителю нашего музея прийти и посмотреть на стеклянное творение Веры Игнатьевны Мухиной. Мы продолжаем знакомить вас с мероприятиями ближайшего уикенда. В Стародубе 27 августа состоится очередной фестиваль красок и пенная вечеринка. Гостям праздника организаторы обещают море позитива. Перед собравшимися с каверами на хиты 90-х выступят диджеи из столицы. Уверена, в этот день будет очень много улыбок. А как же улыбка влияет на наше физическое и психическое здоровье, узнаем из нашего сюжета. Улыбка позволяет сохранить позитивный настрой. Чтобы проверить этот эффект, попробуйте выполнить простое задание. Подумайте о чем-нибудь негативном, сохранив на лице улыбку. Вы практически сразу заметите, что думать о плохом с улыбкой на лице невозможно. Дело в том, что когда мы улыбаемся, в мозг поступает сигнал, что все в порядке, жизнь прекрасна. Таким образом улыбка помогает снять депрессию и избавиться от грусти. А еще улыбка позволяет выглядеть моложе. Когда человек улыбается, мышцы лица подтягиваются. Удивитесь, но улыбка облегчает боль. В следующий раз, столкнувшись с болью физической или душевной, попробуйте улыбнуться. Улыбка высвобождает эндорфины, считающиеся естественными болеутоляющими, и серотонин. В совокупности эти химические вещества помогают справиться с болью. Улыбка помогает понизить высокое давление. Да-да, улыбаться рекомендует и тем, кто страдает от гипертонии. В следующий раз, когда поднимется давление, измерьте его. Посидите несколько минут с улыбкой и проверьте показания еще раз. Однако не нужно забывать, что исключительно на улыбку в лечении гипертонии уповать не стоит. Улыбка позволяет казаться более успешным. Улыбающиеся люди выглядят более уверенно, кажутся привлекательными и вызывают доверие. Попробуйте улыбаться на заседаниях и переговорах, и наверняка приятно удивитесь тому, как вас воспринимают партнеры. Улыбка – это еще и эффективное и бесплатное косметическое средство. Больше всего красивых людей среди улыбающихся, потому что тонизируются мышцы лица, усиливается циркуляция крови, кожа получает дополнительное питание, появляется легкий румянец, который украшает лицо. Активное времяпрепровождение часто спасает нас от хандры и плохого настроения. Но что делать, если вас просто душит обида и ничего не помогает? Советую воспользоваться консультацией нашего психолога Ольги Малькиной. Ольга Викторовна, к сожалению, у каждого из нас есть обиды. Нас бывает обижают и близкие люди, и незнакомые. И понятно, что вот эти обиды, живущие в нашей душе, они приносят вред только нашему здоровью. И понятно, что нужно уметь прощать, учиться это делать. Но не всегда это возможно. Бывает, что боль настолько сильна. Как помочь? Что делать? Ну, для того, чтобы прощать других, нужно иметь опыт прощения самого себя. За ошибки, за промахи, за провалы, за какие-то действия, проступки и так далее. Что значит простить себя, если вот взять именно эту тему? Ну, первое, это честно пережить те чувства, которые есть. Ну, например, я что-то совершил, и мне стыдно. Надо пережить это чувство стыда. Надо не заменять его злобой, там, обвинением других и так далее. Я чувствую, что мне стыдно. Второе, это важно понять, где здесь моя составляющая того, что произошло. То есть, в чём я действительно совершила ошибку или была виновата. А где не мои какие-то вещи, да? И важно, чтобы человек ответил на этот вопрос очень честно. Ну, например, я совершил какой-то поступок, который принёс боль другому человеку. Где моя ответственность? Я отвечаю за его боль? Нет. Я отвечаю за свои действия? Да. И третий момент прощения, он связан именно с тем, что я постараюсь не повторять этих ошибок в будущем. Я уже ничего не изменю в своём прошлом, но я постараюсь не делать это в будущем. Потому что это оборачивается чувством стыда, чувством вины, потому что это нарушает мои принципы, это делает меня несчастным. И то, что касается прощения других, мы, когда научаемся прощать себя, мы немножко снимаем себя с пьедестала. Ну, корону немножко сняли и положили её на место пылиться. То есть мы понимаем, что мы живые люди, что я человек, я совершаю эти ошибки, и нет другого способа прожить свою жизнь, не совершая этих ошибок. И точно так же, понимая, что я совершаю ошибки, я как бы внутренне, переживая, расстраиваясь или обижаясь, даю другому право на эту ошибку по отношению ко мне. Ну, а если, Ольга Викторовна, такая ситуация, когда мы считаем, что нас незаслуженно обидели, что мы к этому никак не причастны, и вот здесь как научиться простить этого человека, нашего обидчика? Ну, во-первых, вот это вот слово «заслуженно» или «незаслуженно» уже содержит какую-то идею, что вот есть какая-то вот справедливость, правильность, и это такая засада. Я определяю, вот что в этой жизни правильно или неправильно. Я как судья, да. Да. Хотя все ситуации посланы не случайно. Да, и с другой стороны, есть возможность посмотреть на это несколько иначе. Для чего мне это в жизни дано? Что ценного я найду в рамках того, что произошло со мной? У меня был прекрасный мальчик-подросток, который попал в ситуацию, где его избило несколько человек. И он говорит, я совершил добрый поступок, и я столько получил побоев и издевательств. Я, какой вывод, говорю, ты сделал из этой ситуации? Он говорит, ну, добро не нужно совершать. Разве это вывод из этой ситуации? А в чем урок? А в том, что когда ты хочешь быть добрым, тебе придется еще научиться и ценить силу, и развивать ее в себе. Он ценился спортом и прекрасно развивает в себе навыки и способности эту силу применять, в том числе защищая добро. То есть нужно говорить не почему, а зачем? Конечно. Случилась эта ситуация? Конечно. И тогда, когда я извлекаю нужные уроки и делаю нужные выводы, правильные, я способна уже отпустить или простить вот те вещи, которые со мной произошли. Потому что я свои уроки усваиваю. Если я их не усваиваю, конечно, я буду обижаться на этих людей, пока мои выводы не соответствуют тому, что было на самом деле. Смысл не в том, что не надо совершать добро, а смысл в том, что научить быть сильным в его случае. Точно так же у каждого из нас в какой-то ситуации, где мы обижены, где мы уязвимы, где мы чувствуем... Нужно сделать вывод и понять, что это какой-то урок. Да, да. Выучить его, усвоить его. И обиды отпустят. Наша программа завершена. Для вас сегодня работали Александр Карпенков и Ольга Ловина, друзья. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова